Книга «Открытым оком» 7 том, тема богослужения, вопрос 1947. «Есть ли какие-нибудь указания носить крест нательный? Что это даёт?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Крест – знак спасения тебя Христом. Ношение его напоминает тебя о Христе. «Предавать же этому значение оберега, как у язычников, – дело ненадёжное для спасения. Целуй его, храни и носи. Но не надейся, что этот крест, как амулет, спасёт тебя» 1 Царств 4.11. «И ковчег Божий был взят, и два сына Ильиевы, Офни и Финес, умерли». «Когда мы идём не по заповедям Господним, тогда вместе с головой Бог снимает крест, а люди тут будут выдумывать канонизацию и прочие ухищрения, но этих сыновей уже нет». Евстратий, 13 декабря. «После этого Лизий отправился однажды за город, производить смотр войскам. Во время смотра, когда все воины показывали своё умение владеть оружием, один из них по имени Орест, высокого роста и видной наружности, должен был по своему чину представиться Лизию. «Увидев его, Лизий похвалил его, назвал настоящим воином, и велел ему бросить копьё в цель. Когда Орест наметил в цель и замахнулся копьём, золотой крест, бывший у него на груди, от сотрясения выпал наружу, и это было замечено всеми и самим Лизием. Орест тотчас же был призван к Лизию, который взял у него с груди крест, взяв его с груди крест, держа его, спросил, «Что это такое? Неужели ты из числа почитателей распятого?» Орест ответил, «Я раб распятого владыки моего и бога, и бога, отвечал Орест, и это знамение его ношу на себе для догнания всех окружающих мне зол. Стихотворение Самооправдание, оно у нас в почёте. С той памятной поры допрос Адама. Он виноватил Еву. Ева чёрта. Никто не вымелвил, мы виноваты сами. Виним из детства улицу и школу. Ответственность писали на соседа. Беспокаянные, упорствуем всё больше. Хватаем двойки по любым предметам. Заполнили суды по деконтинентам. Виновных ухватить совсем непросто. Теперь на помощь записи, на лентах, ответ за безответные вопросы. Сознаться облегчает душу, совесть. Как далеко не всё решается тот час. Упёршись в несознанку, роем пропасть. Себя лукавого подталкиваем в пасть. Ребёнок знает, видит, ухмыляясь, что за него наказан был другой. Но он не ведает, какая доля злая. Согнёт за этот грех его дугой. Не просто расчесать колтунь на гриве. Распутать и найти свою вину. Кто раскурочил храмы в Третьем Риме? Создал шакалов партию одну. Виновны все монахи и священства. Сокрывшие священное писание. Зерно не выясняно, скажем это честно. За всё, что наросло, виновны только сами. Вина за секты, за аборты, пьянки. За гибель нации, за всё, что стало хуже. Лежит на церкви, что духовной планкой пренебрегли, понизили до лужи. Доколе не сознаемся, что мы. Виновны, как отступники от Бога. Нам не избыть тюрьмы, сумы, зимы. Из храма выволокут всех попов за ноги. 2003 год. Игнатий Тихонович Лапкин.